Смотрите, скажу пару слов, наверное, о себе, чтобы стало, в принципе, более, может быть, понятно, откуда я пришел и почему мы решили провести этот игровой день и почему провести его в Питере. В принципе, мой опыт в большинстве своем связан с компанией Nokia ровно 7 лет. С 1 июля по 1 июля я отработал в компании Nokia, занимался project and portfolio management. Я как раз-таки занимался руководством больших разработческих проектов, которые длились в компании Nokia в качестве мобайла. Все эти приложения, которые разрабатывали, стали дальше частью принципа платформы. Если вы знаете, сегодня вы все можете, те, кто пользуется телефонами Nokia или Microsoft, получать обновление ПО. Это как раз-то был один из моих больших проектов, который я вел в компании Nokia. После компании Nokia в 2012 году я ушел, организовал свою собственную компанию, получил инвестиции. Меня поддержала Nokia для разработки своего мобайл-приложения. В принципе, в течение 4 лет я был сам предпринимателем в Финляндии, я гражданин Финляндии, поэтому 4 года я занимался разработкой в области онлайн и мобайл. То есть у меня есть непосредственно экспертиза с точки зрения разработческого, ну и с точки зрения как раз-таки ведения и администрирования бизнеса. Я являюсь членом бизнес-сообщества Ката, в котором сегодня насчитывает порядка 450 членов. Это финское сообщество IT и IT-предпринимателей, скажем так, целью которого является помощь и содействие компаниям игровым, и не только в IT, приходить и развивать свой бизнес в Финляндии. Ну и являюсь как раз-таки организатором финского игрового дня. Теперь пару слов скажу, наверное, подведу итог сегодняшнего длинного выступления, зачем приходить в Финляндию и почему в Финляндии с точки зрения как бы разработки игр. Хочу сразу отметить и поблагодарить Up to Top журнал за статью, которая там опубликовалась, поэтому всех вас приглашаю прочитать статью финской индустрии игр 2,4 миллиарда евро. Там очень подробно расписана, опять же, игровая индустрия Финляндии, ее история, поэтому приглашаю, в принципе, вас ознакомиться как бы с статьей. Ну, в принципе, смотрите, что сегодня прозвучало, это то, что в Финляндии очень сплоченное игровое сообщество, игровой кластер, и это правда. Вы сегодня познакомились, мне кажется, воочию это увидели, посмотрели, в принципе, регулярно проходят мероприятия, и Финляндия это страна, в принципе, открытых возможностей. Я совершенно согласен с коллегами, которые выступали раньше, что тот факт, что в Финляндии все компании платят одинаковые налоги, нет ни у кого никаких преференций, это дает возможность всем быть достаточно прозрачными и открытыми. То есть это, мне кажется, одно из тех преимуществ, которые есть в Финляндии, которые невозможно забрать, не знаю, где есть оно еще такое. То есть мероприятия, потом надо отметить, конечно, все мы знаем компанию Nokia, это компания финская, и за счет этого как бы мобайл, это в принципе очень понятно. То есть само сообщество и люди в Финляндии, они очень легко, скажем так, принимают новые технологии и мобильные. Отсюда, соответственно, как бы экспертиза в разработке игр и ноу-хау в Финляндии, я считаю, как бы в мире нет другой такой страны, которая на единицу населения будет обладать такой большой как бы рода экспертизой и потенциалом. Сегодня были коллеги, которые рассказывали про образование в Финляндии и почему гейминг-образование важно. То есть это большая индустрия, и в принципе сегодня 25 университетов предоставляют как бы образовательные программы. То есть, соответственно, это как бы молодые и компетентные ресурсы. А еще зачем? Стабильная и безопасная бизнес-среда, мы все это как бы понимаем, как для бизнеса это важно. Сильная государственная поддержка игрового сектора, то есть не будем отрицать, что сегодня много раз прозвучало слово TECIS, как бы государственный фонд. Он открыт для всех, опять же, нету преференции. Если вы являетесь финской компанией, вы на всех, на таких же основаниях, как и финны, будете получать. Если у вас продукт интересный, если вы умеете его продать, если вы в него верите, вы получите эту поддержку. Площадка для развития международного бизнеса и присутствия в Европе. Не будем отрицать, как коллеги и сказали, вам стоит нанять иностранца для того, чтобы начать говорить на английском языке. В Финляндии сделать это очень просто. Все говорят на английском языке, мы приглашаем вас тоже. Я считаю, что я пообщался уже за короткое время, когда я являюсь бизнес-адвайзером и помогаю компаниям стартовать свой бизнес. Не всегда это релокейт. Иногда компании приходят в Финляндию за другими задачами. То, безусловно, я считаю, наверное, 90% компаний, с которыми я пообщался, не только в России, в Украине, в Белоруссии, все хотят прыгнуть туда, Land of Opportunities, в Америку, но она далеко. Финляндия близко. Для начала, я считаю, для компаний, которые стартуют, это очень важно. Найти площадку для начала своего международного бизнеса. Стать международным бизнесом в Финляндии, потом вы можете прыгать в Америку. Мне кажется, прыгнуть сразу в Америку достаточно тяжело. Ну и Финляндия близко, да, повторяюсь. В принципе, что такое ката, я вам немного рассказал бизнес-сообщество. У нас есть подход. Мы работаем с компаниями, мы проводим достаточно серьезный отбор, то есть не работаем со всеми компаниями. Но, в принципе, как с нами работать? Этот слайд на английском, его легче как бы объяснить. В принципе, все начинается с того, что со мной или с моим коллегой Кима, или с моими коллегами из Финляндии мы первоначально проводим с вами просто telcom. Это 30 минут, иногда час. Мы можем поделиться, вы расскажете нам про продукт. Мы отправляем вам, в принципе, материалы, с которыми вам стоит ознакомиться по поводу ведения бизнеса, администрирования, других вещей, которые стоит просто прочитать один раз. Следующим этапом идет то, что если мы находим это интересным, и вам это интересно, вы приезжаете к нам в Финляндию на один-два дня, где мы устраиваем вам целевые встречи, мы знакомим вас с нашими членами нашего сообщества. В принципе, предварительно мы готовим для вас эти как бы встречи. Потом мы подписываем, у нас такой есть milestone. Я сам профессиональный ПМ, поэтому у меня все здесь будет расписано по milestone. Следующим milestone, если мы посмотрели на друг друга, и мы друг друга понимаем, и мы оба, и вы, и мы верим, что Финляндия для развития вашего бизнеса это интересно, и вам это интересно, мы подписываем меморандум. У нас есть стандартные документы, которые мы, в принципе, вам предоставляем тоже. Следующим мы делаем бриф проекта на основе как бы меморандума. И следующим проектом, наверное, с самым большим milestone, это мы делаем план проекта. Следующим этапом у нас идет ката проекта. Это, наверное, такое основное преимущество, которое мы даем компаниям, не только игромуем, а компаниям в IT, сделать с нами бизнес-девелопмент проект. Продолжительность этого проекта, как правило, от трех до шести месяцев. До этого времени нам достаточно и вам достаточно для того, чтобы успешно стартануть, получить компанию, которая будет работать. Как рассказывали сегодня ребята, например, тот же Артем. То есть этого времени достаточно для того, чтобы правильно отстроить и сделать первые шаги касательно бизнеса. Мы делаем этот проект с вами совместно. На выходе этого проекта в итоге вы получаете работающую компанию с офисом, возможно, сотрудниками этой компании станете вы. Целью проекта не всегда является открытие компании для того, чтобы вы там работали. Иногда компании приходят для того, чтобы получить инвестиции. Скажем так, у нас есть проекты, целью которого было привлечение инвестиций в компанию, и они прошли точно так же успешно, как и компании, где людям не нужны инвестиции. У них другие бизнес-задачи. Каждый проект индивидуальный, каждая компания индивидуальная, поэтому наш проект, каждый, он является, в принципе, индивидуальным. Расскажу немножко побольше о проекте и как мы его делаем. Как я сказал, это limited opportunity, то есть ограниченная по времени возможность для вас. Проект проходит от трех до шести месяцев. В самом начале проекта мы с вами обговариваем его задачи, и отсюда, соответственно, отстраиваем весь этот план проекта. У нас есть ката-команда, это я и мой коллега, кто работает в Финляндии. У вас есть ваша команда, то есть мы отстраиваем этот проект, мы определяем задачи, которые мы выполняем в течение этого проекта. У нас есть первым таким мастероном, скажем так, первым месяцем, наверное, мы потратим на то, что мы совместно с вами проведем два достаточно экстенсивных воркшопа. Первый будет посвящен точке зрения corporate governance, то есть корпоративному управлению. Оно очень сильно отличается от управления компанией в России и в других странах. То есть мы проводим с вами воркшоп, где очень детально и подробно вам рассказываем о том, как вести компанию с точки зрения управления, назначение членов правления, их ответственность, назначение генерального директора и так далее. Второй воркшоп, который мы с вами проводим, это все, что касается администрирования и налогов. Сегодня это много раз прозвучало, как бы, про налоги в Финляндии. Они не такие большие, это средние по Европе, как бы, налоги. Компании, которые приходят, не должны бояться этих налогов. Мы придем в Финляндию, мы будем платить налоги. Если компания не зарабатывает денег, вы не будете платить никаких налогов. Система для всех одинаковая, еще раз, как бы, повторюсь. То есть, в принципе, здесь ничего страшного нет. Она для всех, как бы, прозрачная. И самое главное, что она прозрачная. Плюс весь документ обороты, ведение и администрирование компаний в Финляндии сегодня можно проводить 100% в электронном виде. Вы можете не встречаться со своим бухгалтером, можете не встречаться со своим аудитором. Для этого есть программы, вы можете полностью вести компанию в электронном виде. Вам не нужно ходить в налоговую или кому-то из вашей компании ходить в налоговую и относить туда бумаги. Что мы требуем, однако? Эти проекты, мы требуем, что с вашей стороны, есть ваша команда, да, здесь какие-то задачи, которые выставляются для вас. Мы определяем этот родмап совместно с вами. То есть, это задачи, которые мы должны выполнить. Когда мы начинаем с вами работать, мы требуем, чтобы раз в месяц, где-то в середине месяца, ну, в принципе, в каждом проекте мы отводим это индивидуально, мы проводим встречу с стилинг-бордом. Мы назначаем стилинг, это может быть члены правления, то есть, или правления компаний, это может быть представители, как бы, компании, уполномоченные. Но, в принципе, раз в месяц мы в обязательном порядке, вы приезжаете к нам в Финляндию на 1-2-3 дня за время этого проекта. Опять же, для того, чтобы стартануть эту компанию. Мы помогаем вам ее администрировать, мы научим вас, как вести отчетность, мы научим вас, как документировать встречи членов правления, куда их отдавать и так далее. Мы научим вас правильно выстроить эту модель ведения компании для того, чтобы через год, через два, а может быть, через шесть месяцев, если к вам придет инвестор или к вам придет какой-то новый партнер, чтобы ему было достаточно сходить в офис регистратора, запросить документы, все решения, допустим, борда, и этого достаточно для того, чтобы провести due diligence компании. Это очень-очень просто. То есть, опять же, мы как раз-таки с этим помогаем, для этого мы здесь и есть. То есть, здесь приведен как бы проект. Целью этого проекта мы определяем с вами вдвоем. Поиск инвестиций, развитие бизнеса, возможность, это запуск новой игры. Это время, которое мы тратим совместно с вами, и оно ограничено. Почему я люблю проекты? Потому что в них всегда есть конец. Мы начинаем, мы определяем задачи, мы выстраиваем их в совершенно прозрачный проектный план. У нас есть для этого все возможности. Мы сделали уже достаточно много проектов. Мы поможем вам, опять же, с регистрационными документами. Мы научим вас вести компанию в Финляндию, и вы дальше уже поведете ее самостоятельно. Мы компания не коммерческая. То есть, мы не берем здесь никакого стейка, мы не берем у вас никакого equity. У нас есть только проекты. Вы ограничены только проектом. Тут еще все зависит, в принципе, от вас. Но я тоже сразу хочу предупредить, что, в принципе, достаточно большое количество проектов, которые мы сделали, и мы тоже проводим отбор. То есть, нам нужно понимать, что вы тоже настроены серьезно, потому что мы потратим на это свое время. Особенности открытия общества с ограниченной ответственностью в Финляне. Сегодня об этом много раз уже говорили. Смотрите, регистрация компании прозвучала неправильная цифра. Регистрация компании стоит сегодня 380 евро, и уставной фонд компании 2,5 тысячи евро. Все, что касается подоходного налога, налог на капитальные доходы – это 30%, налог на прибыль в Финляндии – 20%. То есть, это средний по Европе. Капитальные налоги – это, в принципе, налоги на деньги, заработанные от вашего вложенного капитала. Что нужно для открытия компании в Финляндии? В принципе, устав компании, вид деятельности, местонахождение. Все достаточно просто. Это может быть 1, А4. Учредительный договор, акционеры, акция, их стоимость, номинальная стоимость или без стоимости. Члены правления, генеральный директор, отчетный период. Я показываю то, из чего состоит. То есть, в принципе, вам нужно всего три документа. Устав компании, учредительный договор и акционерный договор. Акционерным может быть один учредитель или несколько физических или юридических лиц. Отчетность 12 месяцев. И самое важное, что мне нравится в Финляндии, это то, что вы сами можете определить этот отчетный период. Мне, например, лично самому всегда нравилось планировать свой год после лета, после отпуска, с новыми идеями, приступить к новому году. Поэтому отчетность, например, в моей компании сдавалась всегда в конце августа. Это очень удобно, то есть это, в принципе, подходит не в декабре, когда все сдают, когда, как правило, возникает такая запара, а тут тебе еще надо сдавать финансовый год, закрывать. То есть я делал это таким образом. Я считаю, что это достаточно удобно, опять же, предпринимателям есть все инструменты для того, чтобы успешно развивать бизнес. Ну все, налог на прибыль 20%, НДС 24%, об этом мы поговорили. Если вы готовы, то мы можем, в принципе, об этом пообщаться и рассказать более подробно. Продолжение следует...